МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Помощь оказывают немного иначе, но не останавливают. Поликлиники не прекращают оказание плановой помощи. По статистике, 52% аварий происходит на пешеходных переходах. В чем причина? Вся информация для туриста в одном месте. В ближайшее время будет запущено мобильное приложение Гродно Гайд. Праздник к нам приходит в Гродно. Зажгли новогодние елки и светодинамическую иллюминацию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно официальным данным Белорусского Минздрава, на понедельник, 7 декабря, в стране зарегистрировано 1796 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли за сутки 8 человек. С начала пандемии выздоровели 126 084 человека. Во многих случаях успех выздоровления – это заслуга неустанной работы врачей, которые еще с первой волны, с весны, не снимают неудобных костюмов и масок, борясь за здоровье и за вдох каждого, кто попадает к ним. На прошлой неделе стало известно, что в городе Минске в поликлиниках приостанавливается оказание плановой помощи. Это связано с напряженной эпидемиологической обстановкой и необходимостью привлечь максимальное число специалистов именно к борьбе с COVID-19. Затем аналогичное заявление появилось в некоторых гродненских СМИ в минувшую пятницу. Уже на выходных выяснилось, в Гродно и в области плановая поликлиническая помощь оказывается по-прежнему. В настоящее время в Гродненской области отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Если наговорить на сегодняшнюю неделю, то снижение по сравнению с предыдущей неделей мы зарегистрировали заболеваемости и инфицированностью острыми респираторными инфекциями на 4,9%, что и является хорошим сигналом. И, в принципе, на сегодняшний день, учитывая эту тенденцию, нет необходимости прекращения плановой помощи в поликлиниках как города Гродно, так и Гродненской области. Вопрос об этом на сегодняшний день не рассматривается и не стоит. И по акцентам в поликлинической работе сделаны такие, что пациенты пожилого возраста в основном обслуживаются на дому. И это необходимо рекомендовать нашим людям пожилого возраста. Лучше вызвать врача на дом и получить помощь дома, не заходя в поликлинику. И все же определенные ограничения и изменения в оказании медицинской помощи в амбулаториях и поликлиниках появились. Но они действуют не с прошлой недели, а с конца лета. Такие решения, как разведение потоков в поликлинике здоровых пациентов и пациентов с повышенной температурой, действовали и во время первой волны. Второе наступление коронавируса оказалось сложнее и жестче, признаю сами врачи. Поэтому вся работа в поликлиниках была сведена к тому, чтобы пациент как можно меньше и реже был вынужден появляться в учреждениях здравоохранения. Так, например, получение рецептов и несрочные консультации со специалистами перенесли в формат колл-центров и онлайн. И сейчас в поликлиниках никаких радикальных изменений не произошло. Все так же можно пройти врачей для заключения водительской комиссии, диспантеризации для трудоустройства. Ведь даже в пандемию люди не перестают менять работу и права. Кроме того, даже в очень сложных эпидусловиях отказаться от плановой поликлинической помощи совсем просто невозможно. Есть часть пациентов, которым нельзя закрыть полностью плановую помощь. Это такие пациенты, как травматологические, пациенты, которые после хирургических операций, онкологические. Ну и много ряд других тоже с другими патологиями, которые должна оказываться постоянно помощь амбулаторно-поликлиническом уровне. Работают травматологи, хирурги, врач-онколог, врач-кардиолог, эндокринолог. Они немножко, может быть, сокращены в своем времени приема, потому что мы ее не так уже широко оказываем, как без ковид-инфекции. Но вообще она вся остается для нашего населения в полном объеме. Особняком в этой ситуации стоит оказание медицинской помощи на базе поликлиники детям. Одним из сравнительно приятных качеств коронавируса оказалось то, что у детей он чаще протекает бессимптомно и без осложнений. И ребята чаще отчислятся контактами первого уровня, а если и болеют, то либо совсем без симптомов, либо в легкой форме. В детских поликлиниках узким специалистам, в участковых педиатрах переквалифицироваться не пришлось. На сегодняшний момент дети, которые у нас больные, урии, какие-то другие заболевания, обострения хронических, мы их большинство по максимуму обслуживаем на дому. Как и открываем, так и закрываем больничные для того, чтобы как раз не носить инфекцию именно в поликлинику. Потому что, кроме того, что больные дети, у нас очень много здоровых детей, которые должны получать медицинскую помощь. Это дети до года, это дети с различной неврологической патологией и так далее. Поэтому максимально в поликлинике мы сделали чистую зону. ГАИ отмечают рост аварий с участием пешеходов в регионе. 52% происходит на так называемых «зебрах». За аналогичный период прошлого года в Гродненской области было зарегистрировано 96 наездов. Сейчас за 11 месяцев уже 113. Из них 61 на пешеходном переходе. В 2019-м было на 10 меньше. По информации ГАИ, в этом году погибло 23 человека. 94 ранено. К слову, установлено, что треть пешеходов, которые стали участниками ДТП, были в нетрезвом состоянии. Только за первую неделю декабря в области было совершено еще 5 наездов. Один человек погиб, четверо травмированы. Одно ДТП произошло в Гродно на минувших выходных. 35-летний водитель, управляя автомобилем марки «Протон», двигался по проспекту Клицково в направлении улицы Словинского. На пешеходном переходе он совершил наезд на переходившего дорогу местного жителя. 56-летний пешеход с различными травмами госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В ГАИ такой рост аварий объясняют невнимательностью и пренебрежением правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Сотрудники напоминают, в осенне-зимний период каждый должен быть внимателен на дорогах. Пешеходы должны перед тем, как выходят на дорогу, как начинают процесс перехода, убедиться в собственной безопасности, посмотреть по сторонам, как бы это банально ни звучало. И только после того, когда они видят, что все автомобили остановились, либо автомобилей лучше вообще нету, все проехали, и после этого выходить на пешеходный переход. Особенно в условиях зимней погоды и возможной скользкости на дороге. Водители, в свою очередь, должны действовать в соответствии с правилами дорожного движения. При подъезде к пешеходному переходу они должны убедиться в отсутствии либо наличия пешеходов. И в том случае, если пешеходы переходят дорогу, либо только готовятся к этому процессу, они должны предоставить им преимущество. Напомним, с 1 декабря все автолюбители должны перейти на зимние типы шин, чтобы уменьшить количество аварийных ситуаций в первые снежные дни. К слову, минимальная остаточная высота протектора зимних шин должна составлять не менее 4 миллиметров. Согласно законодательству, использование зимних шин обязательно до 1 марта. За пренебрежение правилами предусмотрено предупреждение или административная ответственность в виде штрафа 0,5 базовой величины. Это 13,5 рублей. Гродненская милиция дала официальные комментарии о прошедших выходных в Гродненской области. В минувшие выходные дни милиция Гродненщина предприняла все адекватные меры для поддержания правопорядка и обеспечения безопасности граждан. Ув. Гродненская область полкома выражает особую признательность гражданам, которые не поддались на провокационные, деструктивные телеграм-каналы, остались дома, позаботились о своем здоровье, дома в кругу семьи за чашечкой чая с малинным вареньем. В ту же очередь, как в Гродно, так и в других, в некоторых районных центрах нашей области были одиночные пикетирования граждан. Они сопровождались буквально несколько минут для того, чтобы запечатлеть данное действие на фото, после чего переслать данные фотографии в определенные телеграм-каналы. Говорим вам о том и убедительно заверяем, что как на этой неделе, так и на выходных, которые будут у нас впереди, мы предпринимаем все возможные адекватные меры для поддержания правопорядка. Мобильное приложение для туристов «Гродно Гайд» будет запущено к Новому году. Его разработала столичная компания специально для гостей Гродно. Вся важная информация об областном центре в одном месте. Гостиницы и хостелы, объекты общественного питания, история и культура города, развлечения и отдых. Приложение будет работать на трех языках – русский, польский, английский. Также им можно будет воспользоваться офлайн в случае, если по каким-либо причинам у туриста не окажется выхода в интернет. С течением времени информация мобильного гита будет добавляться и обновляться. Задача у нас простая. Первое – это повысить качество туристических услуг в городе. Второе – сделать так, чтобы для всех туристов, как иностранных, так и наших белорусских гостей города, было максимально комфортно их присутствие в городе Гродно как в туристическом центре. На данный момент уже в конце нашего пути, скажем так, пробный пилотный вариант этого приложения уже у нас есть. И в ближайшие дни он будет дорабатываться до своего оптимального состояния. Несмотря на то, что 2020-й небогат на иностранных туристов, которым так уже привык Гродно, работа в этом направлении не останавливается и многое делается для повышения туристической привлекательности города. Реконструируются исторические объекты, дворец культуры текстильщиков, там откроется областной исторический музей, старый замок, а также здание бывшего архива. Здесь также откроется музей. Вместе с тем развивается инфраструктура, велосипедные маршруты, а также внедряется в производство бренд города. Новогодний калейдоскоп мероприятий, запланированных в Гродно, обещает создать поистине праздничное настроение. Атрибуты предстоящих торжеств стали появляться в городе еще в конце ноября. В разных уголках областного центра были установлены елки, украшены витрины магазинов, полки торговых центров пополнил тематический ассортимент. На протяжении нескольких недель велась подготовительная работа и по установке праздничной иллюминации. При этом над светодинамическим наполнением площадей работали не только гродненские, но и столичные специалисты. В понедельник состоялось торжественное зажжение главной елки, а вместе с ней и всей иллюминацией в Гродно. В этом году именно советская, а не площадь Ленина, станет главным эпицентром праздников Гродно. Такая релокация произошла из-за изменения формата торжеств. В этом году в городе впервые решили воплотить европейскую рождественскую ярмарку. А на площади Ленина разместить все задуманное не хватало места. В итоге было принято решение перенести праздничную площадку на советскую, пространство которой будет зонировано. Зона фудкортов и фудтраков, елочный базар, ремесленные прилавки, футозоны и концертная площадка. К слову, атмосферное наполнение ярмарки обещают сделать особенным. За новогоднее настроение как в будни, так и в выходные дни будут отвечать лучшие гродненские артисты и коллективы. Насколько успешно удастся осуществить все задуманное, станет известно уже в пятницу. Именно накануне этих выходных откроется ярмарка на площади Советской. И, к слову, ее открытие тоже станет событием. Ему будет предшествовать костюмированный автопробег. Он станет своеобразной альтернативой традиционному шествию Дедов Морозов, которое в этом году из-за эпидопостановки решено было отменить. Автопробег, в колонии которого будет около двух десятков украшенных машин, пройдет как по центральным, так и отдаленным улицам Гродно и финиширует на площади Советской. Также на этой неделе пройдет открытие уже традиционной аллеи новогодних елок. Она будет расположена, как и в прежние годы, в парке Жилибера. Это конкурсное мероприятие, в рамках которого свое новогоднее дерево создают организации и предприятия Гродно, используя при этом продукцию собственного производства. Окунуться в новогоднюю сказку можно будет и при посещении Гродненских театров. Там активно готовят зимний репертуар и представления у елки. Рассказать стихотворение Деду Морозу можно будет и в его поместье, которое в этом году впервые откроется в Центре ремесел наследия. Сказочный волшебник будет принимать гостей с 18 декабря по 13 января. А теперь новости от игры «Удача в придачу» с Евроопт. Накануне зимних праздников мы все особенно верим в чудеса. Настоящие волшебные истории получились и у победителей 149-го тура игры «Удача в придачу» от Евроопт. 1 декабря в разные города и деревни нашей страны разлетелись более 10 тысяч призов. А четырех участников игры ждали самые яркие и потрясающие эмоции. Эти счастливчики выиграли квартиру в Минске и большие деньги. Помог разыграть супер-призы народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Когда люди выигрывают большие деньги, когда на кону квартира, это создает только положительные эмоции. Если бы я знал чуть-чуть раньше, я бы здесь многие вещи покупал. А уже через день главные победители собрались в Минской студии игры на Казимировской 6, чтобы получить свои призы. Андрей Кульша, машинист экскаватора из агрогородка Раванючи, до сих пор не может прийти в себя от выигрыша квартиры. Вместе с семьей он живет в столичном общежитии. Супруги давно мечтают о собственной жилплощади, но копить пришлось бы еще долго, если бы неудачная покупка. А теперь новоселье не за горами. Эмоций у нее было так много, что не было слов там. И плакать хотелось, и удивляться. С жильем было туго, как снег на голову квартиры. Планы очень большие. От ремонта зависит, как он будет проходить. Что месяц впереди. Классное настроение. Все понравилось. Мы стоим, я так понимаю, в доме кухни. Вот вы мечтаете о своей собственной кухне как хозяйка? Конечно. Давно уже, да? Каждая хозяйка мечтает. Сколько осталось ждать на пополнение? Ну вот со дня на день, ну неделька-две. Удачным выдалось начало декабря, и для еще трех участников 149-го тура игры «Удача в придачу». Менчанин Александр Бунин, директор небольшой фирмы, стал обладателем 50 тысяч рублей. А Мария Калиновой из Светлогорска и Екатерина Прокопеня из Минска получили отличную прибавку к пенсии, выиграв 40 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно. Очень кстати накануне больших праздников. Первый раз в жизни, скажем так, такой выигрыш крупный. Крупный. Сначала шок какой-то, дальше осознавали, чтобы все-таки это выиграли. Планируем ремонт сделать, и ребенку вот электросамокат заказал. Смотришь, тот выиграл, тот выиграл. Включаю, включаю телевизор, включаю интернер, что такое. Выиграла баба-день. Я никак не могу прийти у себя с детьми в помощь. Мне же не вы знаете, что мне пенсии хватает. Всегда берем товар удачи. Надо всегда надеяться. Муж, правда, ругал. Я говорю, когда-то наша удача улыбнется, и наконец-то совершилось. Ну, сейчас ты доволен, конечно. У меня же четверо внуков. Что-то нам помощь дам на строительство детям. Хотите, чтобы счастливые перемены вошли и в вашу жизнь? Тогда обязательно участвуйте в праздничном 150-м туре игры «Удача в придачу», призы которого будут разыграны уже в новом 2021 году. В невероятно волшебной атмосфере 3 января самого удачливого покупателя найдет трехкомнатная квартира в Минске, а поможет разыграть ее белорусский певец и композитор Дмитрий Колдун. Также 3 января будут разыграны 30 тысяч, 40 тысяч и 50 тысяч рублей и еще 20 тысяч других денежных призов. Стать участником игры может каждый покупатель магазинов «Евроопт» и «Хит», а также онлайн-гипермаркета «Едоставка». Кстати, в эти дни в супермаркетах и гипермаркетах «Евроопт» проходит акция «Лесная семейка». Получайте наклейки и собирайте всю коллекцию мягких елочных игрушек, зверят из сказочной белорусской пущи. Украшайте елку и поздравляйте близких с помощью мобильного приложения. И не забудьте загадать желание, забросив в корзинку товар удачи. В Новый год все может случиться. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова